Преступники придумали новый вид мобильного мошенничества. На этот раз от звонков и просьб псевдополицейских пострадали предприниматели. Подробнее расскажет Марьяна Кутукова. В начале октября начинающему предпринимателю Николаю поступил звонок из ГИБДД. Мошенник представился заместителем начальника управления. Предложил за достойную оплату отремонтировать здание управления ГАИ к приезду большого начальства. Договорились о встрече, но она так и не состоялась. Я сразу согласился. Говорю, когда подъехали? Он говорит, сейчас подъезжай. Ну я уже выехал. Пока ехал, он заново позвонил, этот мужчина, сказал, что надо будет коньяк купить для начальства. Ну не проблема, подумал. Заехал в магазин. Он снова позвонил, говорит, слушай, алкоголь не бери, говорит. Если есть рядышком терминал, закинь деньги, говорит. Ну номера по ней продиктовал, три номера. Я в каждый номер по пять тысяч закинул. Ну и все. Он поблагодарил. Я ему подзвонился, сказал, все, закинул. Он сказал, спасибо, подъезжай. Ну я доехал до управления ГАИ. Там меня никто не встретил, как должны были встретить. Как оказалось, никакого заместителя начальника с придуманным именем в управлении не существует. Сейчас дело расследуется. Как отмечают в полиции, в республике число таких преступлений, век смартфонов и онлайн-оплат неуклонно растет. Если в прошлом году к ним поступило 411 обращений, то сегодня уже 481. Преступления эти раскрываются, скажем так, не так быстро, потому что это связано с тем, что при установлении злоумышленника, злоумышленник, как правило, находится в другом территориальном регионе. И, как правило, это требует дополнительного времени. Поэтому данные преступления раскрываются, но не так быстро, как хотелось бы. Статья 159 предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, в зависимости от нанесения ущерба. Основных схем обмана, связанных с мобильными телефонами, всего несколько. Но вариаций успешных разводов очень много. Это могут быть звонки от лжесотрудников полиции, банка, пенсионного фонда и даже якобы ваших родственников. Если при разговоре вас просят перечислить деньги и сообщить банковские данные, то лучше сразу положить трубку и не отвечать на сообщения. Марьяна Кутукова, Джулустан Иннокентьев, НВК Саха, Якутск.